Всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами, какие еще города я рассмотрел для переезда и почему не поехал и какие города мне предлагали. Ну, про Москву в этом говорить не буду, да, предложения были по Москве, но я в первом видео об этом кратко говорил, да, почему туда не поехал. Поэтому я даже ссылку оставлю, можно будет еще раз посмотреть, да, предложения в Москву тоже у меня были поехать. Ну, там, то есть жить не в самой Москве, а в ближайшем где-то Подмосковье, где-то в районе Химок, точно уже не помню. В общем, там метро Медведково надо было ехать, Армола, чтобы работать в Москве. Ну, в общем, подробно на этом останавливаться не буду, первое видео можете посмотреть, там я рассказываю. Второе. Это Белгород. Белгород я не поехал, потому что такой же Курск, в принципе, да. Ну, да, там благоустройство получше, да, там почище, как-то да, красивее всего ли это, это самый красивый город Черноземья. Но в плане жизни, в плане работы, в плане зарплат, в общем, зарплаты такие же, как и в Курске, цены дороже, чем в Курске, уже не очень дорогое. Продукты, вот сейчас не помню уже точно, но тоже вроде подороже, чем в Курске. И очень дорогой, типа, вот общепит, всякие там услуги. Ну, в общем, город дорогой, дороже, чем в Курске, хотя и зарплаты в целом такие же. Ну, может, там тысячи на полторы побольше у вас будет. Поэтому, ну, это у меня была мысль лет 10 назад где-то. Да, вот где-то там 2010, наверное, 2011 был. Потом дальше также Орел рассматривал, у нас там родственники живут. Но Орел там вообще, то есть, в плане работы тоже все туго, очень сложные зарплаты, в общем, тоже особо, точно такой же, как и в Курске. Точно такой же, как и в Курске. Еще, значит, было мне предложение года четыре назад поехать в Мурманск. А в Мурманск я не поехал, потому что тоже очень дорогие продукты, очень дорогое питание. То есть, вот четыре года назад там батон 50 рублей где-то стоил. Курица где-то килограмм курицы 250 рублей был. Ну, я вот себе не помню цены, но питание раза в два с половиной, что-то даже в три раза дороже, чем в Курске. И то, что там полно рыбы, да, это не значит, что люди там прям рыбой питаются. Нет. Это, знаете, как есть логика у людей. То есть, говорят, вот во Владивостоке люди только черную икру и красную рыбу едят. На самом деле, абсолютно не так. То есть, также и в Мурманске, то есть, рыбы там все не питаются. Ну, аренда там, в Мурманске, где-то я вот смотрел. Где-то, может, как и в Курске, там не намного подороже, да. Но я говорю, питание дорогое, проезд тоже дорогой. И услуги дорогие. Услуги тоже дорогие. Следующий город могу назвать, куда мне предлагали. Это Брянск. Ну, так, не то, что предлагали, просто спрашивали, не хотел бы поехать. Ну, тоже Брянск. Не знаю, по сравнению с Курском, даже, мне кажется, как-то в плане благоустройства инфраструктуры даже похуже. То есть, в Курске все-таки, как ты смотришь, там и дороги широкие, и спальные микрорайоны есть. То есть, большие. Типа, там Клыково, Победа, Дереклазово сейчас строится. В Брянске, там, я смотрел Яндекс.Панорамы, там сплошной частный сектор. Там узкие дороги, очень, причем узкие, мало где есть тротуары. И хорошие дороги асфальтовые только на основных очень магистралях. А если куда-то вдруг свернуть в сторону, там вообще чуть ли не грунтовая дорога, как в деревне. Ну, это вот, судя по Яндекс.Панорамам, но и мне отзывы там рассказывали, что в плане инфраструктуры и благоустройства город, ну, все-таки Курск, он как-то получше. И еще. Еще, значит, когда просто задумывался, не то, что сказать, что собирался, но задумывался, это Минск. Это Минск. Ну, конечно, это, наверное, единственная столица, где мне когда-то даже были бы мысли пожить. Но, опять же, хочу сказать, сейчас экономическая ситуация в Беларуси тоже очень напряженная. В общем, как и в России. В общем, тоже все напряженное. И к тому же у меня там юридическое образование, да. И что я буду делать с высшим, ну, вообще с юридическим образованием России в Беларуси. То есть, где абсолютно другие законы. Как я там смог бы работать, даже вот если вдруг там что-то получится, да. Ну, допустим, Беларусь, я как бы с этим мог бы работать. То есть, тоже, да. А так, тоже город очень, я там был, город очень хороший, город красивый, чистенький, люди классные. Ну, в общем, так все понравилось. Ну, вот я в уровне, то есть, это экономическая ситуация, высокая инфляция, к тому же Беларуси. И поэтому я решил, ну, как бы просто так подумал, были мыслить, и все. Ну, вот я назвал, да, несколько вот городов, да, о которых я как бы в разные там времена задумывался. Ну, это вот где-то там лет 8-9 там назад. Ну, вот, да, то есть в Белгород, я говорю, ну, вроде как говорили, да, там город, вот я там был тоже, ну, да, действительно город ухоженный, город чистый. Вот даже могу там видео скинуть Юлии Акименко про Белгород. Можете посмотреть, реально видно, как город ухожен. Еще недавно видео появилось, как город изменился за последние годы, тоже приложу его. Орел, ну, в плане работы, он вообще маленький город, но и в плане работы там тоже, в принципе, как и в Курске. Ну, вот Мурманск, я говорю, да, цены дорогие, жизнь очень дорого стоит. Ну, Брянск тоже, да, то есть. Даже в плане инфраструктуры, мне кажется, Курск лучше. Ну, про Минск тоже сказал, да. А ну, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok